Дорогие друзья, ну что ж, очень приятно, что в этом году 9 мая прошло особо торжественно, особо приподнято, несмотря ни на что, несмотря на пандемию, которая нас всех тут подкосила, несмотря на попытки какого-то переосмысления, несмотря на блеяние вот это вот невнятное нашей власти, о каком-то там примирении, непонятно с кем, непонятно кого. Вы знаете, люди вышли, вышли из чувства глубочайшей благодарности своим дедушкам, прадедушкам, отцам за победу, которую они нам принесли 76 лет назад, но и не только. Люди вышли из соображений даже какого-то внутреннего протеста. Люди вышли не только в знак памяти, а люди вышли еще и за себя, чтобы показать, что мы все-таки нация не каких-то терпил, которые вечно должны перед кем-то извиняться, кому-то жаловаться. Мы нация победителей. И наши предки, славные ветераны, побеждали тогда с верой в жизнь, с верой в свои идеалы. И мы ни в коем случае не предадим это. Вы знаете, было приятно. Вышли сотни тысяч киевлян, цветов было просто море. Мне показалось, что цветов было больше, чем в прошлом году, больше, чем даже в позапрошлом году. И радует то, что у людей пропало вот это вот чувство подавленности, чувство испуга, какого-то страха, неуверенности. И вы знаете, празднование 9 мая в этом году, а это особый год, это год еще и 80-летия начала Великой Отечественной войны, Мне показалось, что это дает надежду на освобождение нас от мракобесия. С Днем Победы всех, дорогие друзья! Освобождение Новороссийска, героический 393-й батальон морской тихоты. А потом участвовали в освобождении Герчи, Одессы, Севастополя. Под Констанцией был ранен Румыния, тяжело ранен. Спасибо. Будем помнить. Спасибо вам за память. Спасибо. День Победы Порохом в рапах Это праздник Седьмой на лесах Это радость Со слезами на глазах Сосвятой на глазах Сосвятой. Зин Победы Зин Победы Зин Победы Зин Победы Продолжение следует...